Захватывающая история жизни в тоталитарной Северной Корее. A Captivating Chronicle of Life in Totalitarian North Korea. Северная Корея часто оказывается в центре внимания СМИ. North Korea is in the headlines a lot these days. В своих отношениях с другими странами она демонстрирует силу. In its dealings with other nations, it puts on a show of force. Воинственная и угрожающая. Она махает своим дорогим ядерным оружием перед каждым, кто стоит на её пути. Militeistic and menacing it rattles its expensive nuclear cyber at any one and every one that crosses its path. Но каково это на самом деле внутри этого известного государства-отшельника? But what's it really like inside the notorious Hermit Kingdom? Посторонние редко узнают о повседневной жизни в государстве рабочих. Outside this rarely scratch the surface of everyday life in the self-proclaimed the work of the world. Посетители находятся под строгим контролем и видят только то, что режим хочет им показать. Visitors are closely monitored and only shown what the regime wants them to see. И гиды всегда рядом, чтобы убедиться, что компрометирующие фотографии никогда не покинут страну. And tour guides are always on hand to make sure embarrassing pictures never make it out of the country. Это оставляет место для смелых северокорейцев, которым удалось сбежать от тоталитарного государства. That leaves the cages North Koreans who we managed to escape the clutches of the totalitarian state. Масадзи Ишикава — один из немногих людей, которые рискнули пересечь опасную границу с Китаем и выжили, чтобы рассказать свою историю. Масадзи Ишикава — one of the few men and women who have attempted the perilous border crossing into China and lived to tell the tale. Река во тьме — это его потрясающие воспоминания о взрослении в Северной Корее. A river in darkness is his heroine memoir of growing up in North Korea. Отбросив пропаганду, он дает нам возможность узнать об ужасах и трудностях жизни в одной из самых жестоких диктатур мира. «Pilling back the propaganda, he gives us a glimpse of the horrors and hardships that define life in one of the world's most brutal dictatorships». В следующих блоках вы узнаете. In the following blinks, you will learn, почему тысячи корейцев покинули Японию, чтобы начать новую жизнь в Северной Корее. Why thousands of Koreans left Japan to build a new life in North Korea? Каково это — ходить в школу в тоталитарном государстве? What it's like to go to school in a totalitarian state? And о опасном пути Исикавы к свободе. About Chicago's perilous journey to freedom. Основная идея, один Киайде, один семье Исикавы, обещали лучшую жизнь в Северной Корее, но их жестоко преследовали. Шикаас, фэмили вер, прамаст эйбет а лайф и норд-корье, бадзэй вер, крули пиорсакютат. С конца 1950-х до середины 1980-х более 100 тысяч корейцев и 2000 японских граждан покинули Японию на кораблях, направляющихся в Северную Корею. Between the late 1950s and mid 1980s, over 100,00 Koreans and 2,00 Japanese citizens left Japan abort ships bound for North Korea. Это удивительная страница истории. It's a remarkable chapter in history. Это был первый и остается единственным случае, когда такое большое количество людей покинуло капиталистическую страну ради социалистической. It was the first and remains the only time such a large number of people left a capitalist country for a socialist one. Но иммигранты быстро столкнулись с доказательствами того, что этот так называемый рай на земле был не таким, каким его описывали. Первый знак пришел, когда они прибыли в порт. The first sign came when they ducked. Прибывшие, среди них и семья Исикавы, были поражены тем, как плохо были одеты северокорейцы, помогавшие разгрузить корабль. The arrivals, Shikas family among them, were shocked at how poorly attired the North Koreans helping unload the ship were. Их одежда показывала, что местные были беднее, чем когда-либо были в Японии. Their clauses suggested that the locals were poorer than they did ever been in Japan. Их первый прием пищи стал еще одним предупреждением. Their first meal was another red flag. Им дали плохо пахнущее мясо собаке. They were given terrible smelling dog meat. Почти никто из их группы не смог проглотить и кусочка. Hardly anyone in their group managed more than a mouthful. Семья Исикавы провела следующую неделю, запертая в маленькой холодной комнате, прежде чем их отправили в будущий дом, в деревне Донг Чонг-ри. Shikas family spent the next week confined in a small cold room before being assigned to their future home in the village of Донг Чонг-ри. Это было довольно отдаленное место, но у семьи не было связей в рабочей партии Кореи или в Лиге Корейцев. It was a pretty out of the way spot, but the family didn't have connections in the Korean Vyorkas Party or the League of Koreans. Знакомство с правильными людьми было единственным способом обеспечить себе жилье в столице Пхеньяне, где можно было найти лучшие возможности. Knowing the right people was the only way of securing a residence in the capital of Pyongyang, where the best opportunities could be found. Положение не улучшилось, и после их приезда на новое место. Things didn't improve when they lived in their new home, either. Их соседи считали их японцами. Their neighbors regarded them as Japanese. Дискриминация была повседневной реальностью. Discrimination was commonplace. Возьмите первый день и секавы в школе. Take Shikas first school day. Один из его одноклассников назвал его японским ублюдком, как только он вошел в класс. One of his classmates called him a Japanese bastard as soon as he entered the classroom. Другие студенты насмешливо отзывались о его модных часах и сумке. Other students made night remarks about his fancy watch and back. Такие вещи были редкостью в Северной Корее, и большинство студентов обычно заворачивали свои вещи в ткань, которую носили с собой. Such items were uncommon in North Korea, and most students usually rubbed the airbelonings in a cloud that they carried with them. Исикава быстро научился делать то же самое. Ишикава quickly learned to do the same. Но он не был единственным членом семьи, который испытывал трудности с адаптацией. But he wasn't the only family member struggling to fit in. Его мать изучала математику и работала медсестрой, но это не впечатлило местных партийных чиновников. His mother had studied mathematics and worked as a nurse, but this didn't impress the villages party officials. Они отказались давать ей работу, пока она не выучит корейский. They refused to give her a job until she learned Korean. Не имея чего делать, она бродила по горам в поисках того, что можно было бы собрать и приготовить позже. Not having anything else to do, she wandered the mountains, looking for things she could pick and cook later. Это помогло дополнить скромный рацион питания, который семья могла позволить себе на маленькую зарплату, которую зарабатывал отец Исикавы, работая фермером. That helped supplement, the megadied, the family could afford on the small cell и Шикава с father yearned as a farmer. Основная идея, два ке-идея, два школьные годы Исикавы, прошли в строгом послушании, бесконечной пропаганде и жестко установленных социальных различиях. Шикава с school years were defined by strict obedience, endless propaganda and rigidly enforced social distinctions. Исикава был решен помочь улучшить положение своей семьи. Исикава was determined to help improve his family slot. Если бы он усердно учился, думал он, он мог бы поступить в университет. If he studied hard, he thought he did be able to attend university. Это поставило бы всех их на путь к лучшей жизни. That would put them all on the path to a better life. Но он скоро понял, что этого не произойдет. But he soon found out that that wasn't going to happen. Его карьера уже была определена властями. His career had already been mapped out by the authorities. В самом деле, его место в обществе было предопределено его рангом в кастовой системе. Indeed, his place in society was predetermined by his ranking in the caste system. Северокорейское общество предусматривало три пути от детства к взрослой жизни. North Korean Society recognized three paths from childhood into adulthood. Если вы происходили из хорошей семьи и были умными, вы поступали в университет. If you came from a good family and were smart, you went to university. Если вы были сильными, вы вступали в армию. If you were strong, you joined the military. Все остальные становились рабочими. Everyone else became a laborer. Несмотря на усердные занятия, Исикава был классифицирован как враждебный его учителем. Despite slaving over his schoolwork, Исикава was classified as hostile by his teacher. Это была самая нижняя ступень социальной лестницы. That was the very lowest run of the social ladder. Что бы он ни делал, ему никогда не дадут возможности следовать за своими мечтами. Whatever he did, he did never be given an opportunity to pursue his dreams. Когда ему было поручено записать, чем он хочет заниматься в жизни, Исикава просто написал заводскую работу. When he was instructed to write down what he wanted to do in life, Исикава simply wrote factory work. Это было лучше, чем быть фермером, так как промышленные рабочие хотя бы теоретически имели право на продвижение по службе. That was better than being a farmer since industrial labors were at least theoretically eligible for promotion. Но даже это место ему было отказано. Ему придется стать фермером, как его отец. But even that position was denied him. He did have to become a farmer like his father. Сначала ему придется закончить школу, которая была чрезмерно жестким местом. He did first have to finish school, however, which was an unrelentingly harsh place. С одной стороны, была бесконечная пропаганда, предназначенная для промывания мозгов ученикам. On the one hand, there was endless propaganda designed to brainwash students. Наравне с математикой и наукой, дети должны были изучать революционные изменения, инициированные великим лидером Ким Илсуном. Alongside math and science, children had two stages of revolutionary changes initiated by the great leader Ким Илсан. Это оказывало большее воздействие на некоторых детей, чем на других. This had more of an effect on some children than on others. Как человек извне, Исикава, естественно, был скептически настроен, но ему все равно приходилось делать вид, чтобы избежать неприятностей. As an outsider, Исикава was naturally skeptical. But he still had to play along to avoid trouble. Затем были исчерпывающие социальные ритуалы. Then there were grueling social rituals. Каждый год, например, ученикам поручалось собирать две кроличьи шкурки, которые можно было бы использовать для изготовления одежды для солдат в холодную погоду. Поймать кроликов было достаточно сложно. Держать их в живых долго было почти невозможно. Продовольственные запасы были настолько небольшими, что семьи часто должны были есть кроликов, которых их дети поймали. «Food supplies were so short that families often had to eat the rabbits their children headcoat». Мех также можно было продать на черном рынке. «Fear could also be sold on the black market». Но если ученик не принес в школу двух кроликов, в назначенный день его ждало строгое наказание. «But if a pupil failed to bring two rabbits to school on the appointed day, he would face harsh punishment». Единственный способ избежать этого был, если у его родителей были лишние сигареты или алкоголь, чтобы подкупить учителей. «The only escape was if his parents had spare cigarettes or alcohol to bribe the teachers». Основная идея — три репрессии в Северной Корее были настолько сильными, что они обезличили своих граждан. «Repression in North Korea was so severe that it ended up dehumanizing its citizens». Весной 1968 года всё внезапно стало гораздо хуже. «In the spring of 1968, Finks suddenly got a lot worse». Конвой военных грузовиков ворвался в деревню Исикавы. «A convoy of military trucks came screeching into Shikas village». Солдаты выпрыгнули из автомобилей и объявили, что поселение теперь стало гарнизоном. «Soldiers slipped out of the vehicles and declared that the settlement was now a garrison». Точная причина, по которой солдаты защищали местных, оставалось неясной. «What exactly the soldiers were protecting the locals against remained unclear». Как только они обосновались, армия установила жестокий режим репрессий. «Once they desettled in, the army presided over a forces regime of repression». Возглавил новый порядок старый товарищ по оружию Ким Илсунга, Ким Чан Бон. «Ким Иль Сан с олд камрад ин армс, Ким Чан Бон хэддит ап за нью ордер». Однажды утром два устрашающих солдата появились у порога Исикавы. «One morning, two terrifying soldiers turned up on Shikas doorstep». Они приказали семье немедленно покинуть дом. «They ordered the family to evacuate the house immediately». Когда Исикава спросил их, почему они должны покинуть свой дом, солдаты смеялись ему в лицо и издевались над его низким социальным статусом. «When Исикава asked them why they were supposed to leave their home, the soldiers left in his face and made fun of his low social standing». Семья начала собирать свои вещи, пока военные топали вокруг и ругались на них. «The family started packing their bags while the military men stamped around and swore at them». Они поняли, что им придется переехать в близлежащее поселение Пхеньянри. «They realized that they did have to move to the nearby settlement of Пьянджанкри». Но они не были одни. «But they weren't alone». Солдаты мучили всю деревню. «The soldiers tormented the whole village». Они украли оборудование из фермерского завода и конфисковали животных, которых рабочие держали на пищу. «They stole equipment from the farm factory and confiscated the animals that labors kept for food». Этот период ужаса длился год. «This reign of terror lasted a year». А затем, однажды, они упаковались и ушли так же быстро, как прибыли. «And then, one day, they packed up and left as quickly as they died». Оказалось, что Ким Чан Бон был эффективным военным модернизатором. «As it turned out, Ким Чан Бон had been an effective military modernizer». «Слишком эффективным на самом деле». «Too effective, in fact». Его восхождение по службе начало беспокоить параноидального Ким Ил Сунга, который, отчаянно пытаясь предотвратить любой вызов своей власти, отстранил Чан Бона. «His rise through the ranks had begun to trouble the paranoid Ким Иль Сан, who, desperate to prevent any challenge to his own power, had had Чан Бон пёрчт». Это было типично для тоталитарной диктатуры. «That was par for the course in a totalitarian dictatorship». Правительство контролировало всё и внимательно следило за каждым. «The government controlled everything and kept close steps on everyone». Но правительство было не только всемогущим, оно было также крайне коррумпированным. «But the government wasn't only omnipotent. It was also massively cupped». «Возьмите хотя бы продовольствие». «Take food». Государство контролировало распределение продуктов питания через строгую систему рационирования. «The state controlled the distribution of foodstuffs through a strict rationing system». Но некоторые получали особые привилегии. «But some received special favor». Те, у кого были связи с влиятельными лицами, получали больше даже тех, кому это было нужно больше всего. «Those who had connections to powerful figures were given more than even those who needed it most». Пожилые и больные часто голодали. «The elderly and sick often went hungry». Непотизм постепенно разрушал все аспекты жизни. «Nepotism gradually cooded every aspect of life». Северокорейцы зависели от взяток и воровства, чтобы получить необходимое «система», которая полностью их обезличивала. «Nord Koreans relied on bribes and theft to get essentials. A system that gradually dehumanized them entirely». Исикава ярко помнит, как носил больного соседа на своей спине в предполагаемую бесплатную клинику. Исикава выводила «Remember's carrying a sick neighbor on his back to a supposedly free clinic». Когда он прибыл, он попросил доктора помочь больному человеку, но столкнулся с презрением. «When he eyed, he asked the doctor to help the sick man, but was met with scorn». Доктор не поможет никому, если они не заплатят ему деньги или не подкупят его алкоголем и сигаретами. «The doctor wouldn't help anyone unless they paid him money or bribed him with alcohol and cigarettes». Основная идея 4 «Голод в Северной Корее унёс жизни миллионов» и единственным способом выживания стало преступление. «The North Korean famine killed millions and the only way to survive was crime». 8 июля 1994 года стало известно о смерти великого лидера Ким Ил Сунга. «On July 8 1994 news broke that the great leader Ким Иль Сан had died». «Вся страна была в состоянии шока». «The entire nation was in a state of shock». Исикава помнит, как люди истерически плакали на улице. Исикава remembers people hysterically crying in the street. Эмоции одолели его. «His emotions also got the bet of him». Что принесёт будущее? What did the future hold in store? Но смерть главы государства не улучшила жизнь. But the head of state's death didn't improve life. На самом деле, всё собиралось стать гораздо хуже. In fact, things were about to get a whole lot worse. С 1991 по 2000 год страну потряс голод. Between 1991 and 2000, the country was wrecked by famine. Около 3 миллионов северокорейцев погибли от голода и болезней, связанных с голоданием. Around 3 million North Koreans died of starvation and hunger-related illnesses. Причиной стали чрезмерные холода и серия наводнений в 1994 и 1995 годах, которые уничтожили урожай и сельскохозяйственную инфраструктуру. The trigger was a spell of extremely cold weather and a series of floods in 1994 and 1995, which destroyed crops and farming infrastructure. Уже хрупкое снабжение продовольствием было на пределе. The already fragile food supply was stretched to its limits. Изначально продовольствие рационировалось. Initially, rations were distributed. Но с течением времени поставки становились всё менее регулярными, пока полностью не прекратились. But as the situation worsened, the derivatives became more and more irregular before drying up completely. Голод был повсюду. Hunger was everywhere. Но для многих помощь так и не пришла. But for many, relief never arrived. Голодные дети блуждали по улицам в поисках еды. Starving children roamed the streets in search of scraps. Отчаяние вынудило тысячи северокорейцев идти на крайние меры. Desperation drove thousands of North Koreans to desperate measures. Часто преступление было единственным способом выживания. Crime was often the only means of survival. Исикава слышал о мужчине, который убил свою жену, чтобы съесть её. Исикава heard tale of a man who deciled his wife so he could eat her. Такие действия наказывались публичной казнью. Cannibalism was punished by public execution. Потом были повседневные вымогательства. Then there were everyday shakedowns. Один гангстер предложил отцу Исикавы сделку. One day a gangster visited Chicago's father and offered him a deal. Если бы он смог продать пенис кита, он мог бы оставить себе часть прибыли. If he managed to sell a whale's penis, he could keep a share of the profits. Но когда отец Исикавы попробовал продать его, его ограбили. But when she cares, father tried to sell it, another man robbed him. Было ясно, что его обманули. It was clear that he did be in can't. Бандит вернулся и потребовал свои деньги или вернуть пенис. Sure enough, the gangster returned and demanded his money, or the return of the penis. Гангстер стал регулярно появляться, чтобы беспощадно избивать отца и сестру Исикавы. The hoodlum started turning up regularly to inflict merciless beatings on she cares father and sister. В конце концов, его отец не мог больше выдержать. In the end, his father couldn't take it anymore. Он ослаб и стал хрупким, прежде чем в конечном итоге умер. He weakened and grew frail before eventually dying a broken man. Основная идея — 5000 северокорейцев рискуют своей жизнью, переплывая опасную реку Ялу в поисках лучшей жизни в Китае. Thousands of North Koreans brave the deadly Yalu river crossing in search of a better life in China. На фоне отчаяния, вызванного голодом и всепоглощающим репрессиями государства, у Исикавы возникла идея. Amid the desperation caused by the famine and the evasive repression of the state, Исикава had a revelation. Если ему всё равно придётся умереть, почему бы не попытаться вернуться в Японию? If he was going to die anyway, he might as well do it while trying to return to Japan. Если ему удастся, он сможет отправить деньги своей семье. If he was successful, he did be able to send money back to his family. Так он прощался и отправился в столицу — Пхеньян. So he said his farewells and made his way to the capital — Пьён Йен. Лучший вариант для северокорейцев, пытающихся сбежать из страны, — это река Ялу. The best option for North Koreans trying to escape the country — the Yalu River. Два берега реки обозначают северокорейскую и китайскую стороны границы. The two banks of the waterway mark the North Korean and Chinese sides of the joint border. Но это опасное путешествие. But it's a perilous journey. Тех, кто попадается, ждёт ужасная смерть. Those who get caught face a horrific death. Самая страшная история, которую слышал Исикава, была известна как «Дело кольца в носу». The worst story is Chicago hurt was known as the nose ring case. Семья из четырёх человек перешла реку в Китай. A family of four had made it across the river to China. Но северокорейская тайная полиция имела там своих агентов. But the North Korean secret police had agents there. Семью поймали и приволокли обратно, пропустив проволоку через их носа, чтобы связать их вместе. The family was caught and dragged back after having a wire inserted through their noses to link them together. Как только они перешли границу, их всех расстреляли. Once they reached the other side of the border, they were all shot. Щупальца северокорейского государства проникают глубоко в Китай. The tentacles of the North Korean state extend deep into China. Это означает, что они тесно сотрудничают. That means they cooperate closely. Китай регулярно возвращает северокорейцев на родину. China regularly returns North Koreans to the home they fled from. Но Ишикава был решителен. But Ишикава воз detourment. Он поездом доехал до Хёсана, города на границе. He took the train to Hyson, a city on the border. Оттуда он пошёл к реке Ялу. From there he walked to the Ялу river. Спрятавшись в кустах, он увидел, что вооружённые солдаты стоят на берегу реки каждые пятьдесят ярдов. Hiding in the bushes, he saw that rifle wielding soldiers had been posted at пятьдесят. Yard intervals along the river bank. Он начал сомневаться, что сможет это сделать. He started to doubt he could make it. Затем, в свою третью ночь у реки, у него был удачный случай. Then, on his third night by the river, he had a stroke of luck. Он взял свой шанс и начал плыть. Ишикава took his chance and started swimming. Однако, как только он был готов достичь другой стороны, течение потянуло его к камню. But, just as he was about to reach the other side, the current dragged him toward a rock. Он ударился головой и потерял сознание. He hit his head and lost consciousness. Через два дня он пришёл в себя. After two days of unconsciousness, he awoke. К его удивлению, он увидел счастливую собаку, которая виляла хвостом. And to his surprise, when he looked around, he saw a happy dog wagging its tail. В этот момент он понял, что у него получилось. That's when he knew he demate it. Он был в Китае. He was in China. Основная идея шесть. Даже после прибытия в Китай, путь Исикава обратно в Японию был полон опасностей. Even after reaching China, Ишикава faced a perilous journey back to Japan. После того, как он отправился от своего драматического побега, Исикава связался с японским Красным Крестом. Once he did recover from his dramatic escape, Ишикава contacted the Japanese Red Cross. Он рассказал им свою жизненную историю. He told them his life story. Организация была поражена. The organization was astonished. Исикава был первым бывшим гражданином Японии, который сумел сбежать из Северной Кореи. Ишикава was the first former Japanese citizen who demanaged to escape North Korea. Они связали его с посольством в Пекине. They put him in touch with the embassy invasion. Через неделю его история была проверена. A week later, his story had been verified. Он мог вернуться в Японию. He was cleared to return to Japan. Но путь туда был непростым. But getting there wasn't a simple matter. Исикава постоянно боялся. Ишикава lived in constant fear. Каждый стук в дверь мог быть северокорейской тайной полиции. Every knock on the door might be the North Korean secret police. Он пытался спать, но это уходило от него. He was tormented by the stories he declared of escapees who did being caught. Осторожность была жизненно важна. Caution was essential. Он даже не выходил из своей комнаты, пока его визу не одобрили. He didn't leave his room once while waiting for his visa to be approved. Он ждал пять минут, прежде чем открывать дверь после стука. He waited five minutes before opening the door after someone had knocked. Наконец, он получил билет в Японию из города Долянь. Finally, he received a ticket to Japan from the Alien City. 15 октября 1995 года Исикава наконец вернулся обратно в Японию. Он октобер 15, 1995, Исикава finally arrived back in Japan. Это был первый раз за 36 лет, когда он оказался на японской земле. It was the first time he'd been on Japanese soil in 36 years. Но адаптация на новой родине была трудной. But assimilating into his new home was difficult. Он боролся с японской культурой и не мог найти работу. He struggled to adapt to Japanese culture and couldn't find a job. Он был вынужден полагаться на государственное пособие. He lacked employable skills and had to rely on government welfare. И даже когда ему удавалось что-то достичь, его прошлое преследовало его. And his past haunted him even when he did make headway. На одной из работ коллеги начали гадать, что он из Северной Кореи. A job with a cleaning company, for example, came to an end once his colleagues started speculating that he was from North Korea. Он ушёл, прежде чем власти могли бы его догнать. He quit before the authorities could catch up with him. Будучи в изоляции и без работы, он не мог отправлять деньги своей семье. Isolated and unemployed, he couldn't send money back to his family. В последнем письме от них было написано, что его жена и дочь умерли от голода. The last letter he received from them informed him that his wife and daughter had died of starvation.